Аварим реакции мнения конспиролога. Ну вот и случилось непоправимое, так сказать. Удалили мне мой основной канал, на котором было 25 тысяч подписчиков и 12,5 миллионов просмотров. В принципе, немало. Но, значит, написал вот, аккаунт был удален, 3 страйка, причем 3 страйка за нарушение принципов сообщества. Все пытался обжаловать, но не получилось. Значит, вот с техподдержкой. Самое интересное, что третий страйк прилетел за 3 дня до окончания второго страйка. То есть, если бы он 16-го прилетел, то у меня уже сняли бы предыдущий страйк. То есть, подгадал кто-то вручную, ища, к чему прикопаться, прикопался к землетрясению в Марокко, к шортцу. Хотя, правила шортца позволяют использовать контент без авторских прав. Пояснение было, что, значит, я выложил, типа, старое видео, выдавая его за новое. Хотя нет, там не было фразы «это и ночью». Там было «ночью произошло землетрясение в Марокко». Все. И цитата из новостной хроники. То есть, вот, если посмотреть, то один день назад, новостные агенции даже позже это выкладывают, три дня назад. То есть, примеры, в то же время я видео и выложил. Но апелляция ничего не дала. И чат, переписка с... Вот, значит, вы получили три предупреждения. Значит, здравствуйте, такая-то, такая-то. На шортс, я не понял, за что мне выдали страйк. Но, тем не менее, спасибо за предоставленную информацию. Значит, исходя из вашего обращения, вы получили три предупреждения о нарушении авторских прав. При том, что она пишет авторских прав, при том, что у меня по авторским правам давно было. Оно уже прошло давно, год назад, полгода назад, минимум. То есть, у меня предупреждения были чисто за правила YouTube, правила сообщества, которые постоянно меняются. Вот, мой аккаунт, который удалили. Пять минут. Канал, значит, пожалуйста, дайте пять минут. Спасибо за ожидание. Как показала проверка, вы уже подали встречное уведомление по поводу восстановления канала. Проверка показала, что ваш канал нарушает наши правила и не может быть восстановлен. Канал или аккаунт не может быть заблокирован... Может быть заблокирован последующим причинам. Неоднократные нарушения, бла-бла-бла. Ну, конкретно мне не сказали, по какому правилу. Вот я ссылку кидаю, что новости выдают то же самое, что я кинул. В чем отличие моего канала от новостей? Тут выдавание себя за другое лицо. Причем здесь спама порнографии не было. Канал или аккаунт может быть заблокирован по нескольким причинам. Данное решение принимают наши специалисты. И вы уже не можете на него повлиять. Ну, тут я уже начинаю. Ну, я понимаю, что эта техподдержка ничего не делать никогда. Если была бы партнерка, еще, возможно, были бы какие-то варианты, и то вряд ли. Там связалась бы партнерка, сказала, сколько ему денег приносим и так далее. Напоминаю, я за канал заработал за все шесть лет, он уже седьмой год существует, ну, уже все, нету, семь лет просуществовал. Но первый год, понятно, там ничего не было. Ни просмотров, ни особо монетизацию включить, тем более, нельзя было. И за шесть лет я заработал сто шестьдесят восемь долларов вроде. Раз выводил. И осталось там еще тридцать долларов. Ну, у меня там капало копейки вообще. Доллар в месяц. Ну, то есть, представьте, сколько. А вывод минимальный сто долларов. Ну, тридцать баксов там осталось. И вот я теперь пытаюсь добиться. Как я могу вывести свои заработные, тут не в деньгах дела, а в том, что я налогоплательщик США, потому что я заполнял налоговую декларацию США и платил 10% от суммы вывода. То есть, на меня должна распространяться закон, который распространяется на налогоплательщиков США, потому что я в США, корпорация Google, платил налоги. И эти тридцать долларов они удерживают незаконно, ссылаясь на свои внутренние правила. Но она не скинула, с кем я общался, не скинула мне норму закона, который регулирует это в США, распоряжение моими деньгами. Потому что я налогоплательщик США, и, соответственно, на меня должно распространяться в законодательство США, в том числе по налогам. Она ссылается вот на субпорт, но это внутренние документы у Google, внутренние документы корпорации, но не конкретный закон США, который это регламентирует. Вот она опять же, что попробовать еще раз, ну, понятно, она потом пишет решение окончательное. Потому что это техподдержка, которая в чате не влияет на решение тех специалистов в кавычках, которые блокируют каналы на всех, да. То есть вот я все время одно и то же спрашиваю. Про США, про США. Увы, решение от наших специалистов окончательно. Ваш канал не будет восстановлен. А могу он еще чем-нибудь помочь? Нет. Но решение можно спорить, конечно, если подавать в суд и так далее. Но там, конечно, суба 30 баксов, это не то. Если бы сумма была больше суммы вывода, тогда, может, какие-то варианты были. А так, к сожалению, 30 баксов, это даже не та суба, за которую суд возьмется. Но, я думаю, есть люди, которые потеряли больше, которые могли бы. Понятно, судебные расходы, они большие. Но, если дело принципа, то, я думаю, могли бы судиться и говорить, что как это я, налогоплательщик США, мои деньги ушли неизвестно куда. По внутренним документам, да, по внутренним правилам Ютуба, если сумма вывода, значит, меньше 100 баксов, то ты не имеешь права вывести, и Google распоряжается этими деньгами, как хочет. Но, сам принцип, ты заработал деньги честным трудом, так сказать, аж по баксу в месяц. И при этом тебе эти деньги не выдают. Но обычно, когда расторгается контракт, в данном случае я был в партнерской программе, с меня сняли монетизацию, но еще раньше. И эти деньги, по идее, должны мне выплатить, раз мы расторгаем контракт. Корпорация Google и я, в данном случае, Ютуб, как он там внутри корпорации Google, я не знаю, отдельное подразделение, наверное, даже. Значит, не должны, положены быть выплаты тех денег, которые я честно заработал. Получается, нет, по внутренним документам эти деньги идут Ютубу. Но, мне интересно, как это будет в законодательстве США. Ну вот, жду. Сказала, в течение суток свяжутся. Ну, посмотрим. Чат закрыла. То есть, прямо с ссылок она не кидает на закон. Поэтому интересно с юридической точки зрения. Ну, так-то понятно, за что канал закрыли. За антиглобализм. Привет тем, кто рассказывал, что тут цех и так далее. Вот так вот бывает. То есть, даже на шортсе, я не ждал, что на шортсе будет такое давление. То есть, ладно, там какое-то длинное видео выкладываешь, там можно какую-то фразу нету сказать. Там могут найти что-нибудь. А шортс. Короткое видео, где ничего такого и не было, по сути. Это просто новостная сводка. И даже за нее придрались. Напоминаю, придрались за то, что я выдавал старое видео за новое. Хотя в новостных сводках оно тоже оперировало. Я ж не могу проверить лично. Старое это видео или новое. Можно через поиск. Но это, по идее, это было новое видео. То есть, тут придрались, не знаю за что. Что, типа, я на следующие сутки выложил после события, выдавая его за... Ну, это их версия. Я с ней абсолютно не согласен. Потому что новостные информагенции так же самое эти видео показывали. Их не блочат, меня заблочат. Ну, понятно. Просто, конечно, зря я вообще что-то либо выкладывал. После второго страйка. Надо было дождаться его конца. Ну, такое я не везуч. Спасибо за внимание.